Игнать Тихонович, молитесь. Богослово, Рожешу Исущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради Пречистой Твоей Матери, Силы Щезнага Животворящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей, Всех ради Святых, помилуй и спаси нас, Яко благослови, и си человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчислав, я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради Боже, очисти меня грешную, яка не кори же благое сотворих пред Тобою Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя Да неосужденно отверзу уста мои недостойно Восхолю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков, аминь Царю Небесный, утешите ли души истинной И же везде Сын и вся исполняя Сокровища благих и жизнеподателю Приди, вселися вны и очистены от всяких скверных И спаси, блажны души наши Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные Помилуй нас Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные Помилуй нас Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святые посети и исцели немощи наше Имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков, аминь Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое Да приедет Царствие Твое Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли Хлеб наш насущный дашь нам днесь И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим И не веди нас во искушение Но избави нас от лукавого Ибо Твое есть Царство, силы и слава во веки, аминь Восставший от сна, преподавайте Господи Прославляю имя Твое Святое Свят, 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 Иси Господи Богородицу и помилуй нас Отодрай сна, возьми, Иси Господи Умой просвети сердце, уснемая, отверзивая Жепетите, Святая Троица Свят, 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 Иси Божия Богородицу и помилуй нас И ныне и присно, и во веки веков, аминь Внезапно судья приидет И каего же деяния обнажаться Но страхом зовем полуночи Свят, 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 Иси Божия Богородицу и помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй От сна восстав, благодарю Тебя Всесвятая Троица Я ко многерой Твоя благость и долготерпение Не прогневался на меня ленивый и грешного Не погубил меня со беззакониями моими Но человеколюбствовал Иси обычный И в ничьяне лежащего возьми к миссии Во я же утренце словословите Державу Твою и ныне владыка Просвети мои очи мысленные Отверзи мои уста Повучайтесь во слове всем Твоим И разумите заповеди Твоя И творите волю Твою И петите о во исповедании И сердечнем И воспевайте всесвятое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков Аминь Придите поклонимся Цареве нашему Богу Придите поклонимся Христу, Царю и Богу нашему Придите поклонимся и припадем К самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему Сто девятнадцатый Псалом Господа возвал я в скорби моей И он услышал меня Господи Избавь душу мою от услуживых От языка лукавого Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый Изощренной стрелы сильного С горящими углями дроковыми Горе мне, что я пребываю масоха Живу в шатровке дарских Долго жила душа моя с ненавидящим мир Я мирен, но только заговорю А не к войне Сто двадцатый Псалом Возвожу очи моих горам Откуда придет помощь моя Помощь моя от Господа Сотворившего небо и землю Не даст он поколебаться ноге твоей Не воздремлет хранящий тебя Не дремлет и не спит хранящий Израиля Господь, хранитель твой Господь, сень твоя справа руки твоей Днем солнце не поразит тебя Ни луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла Сохрани душу твою Господь Господь будет охранять выхождение твое И вхождение твое отныне и вовек Сто двадцать первый Псалом Возрадовался я, когда сказали мне Пойдем в дом Господень Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим Иерусалим Устроенный как город Слитый в одно Куда восходит колено Колено Господне По закону Израилеву Славить имя Господне Там стоят престол у суда Престол у дома Давидова Простите миру Иерусалиму Да благоденствует любящий тебя Да будет мир в стенах твоих Благоденствие в чертогах твоих Ради братьев моих И ближних моих Говорю я Мир тебе Ради дома Господа Бога нашего Желаю блага тебе Сто двадцать второй Псалом К тебе возвожу очи мои Живущие на небесах Вот очи Как Очи рабов Обращены на руку Господь их Как очи рабы На руку Госпожи ее Так очи наши Господь Богу нашему Да коли он помилует нас Помилуй нас Господи Помилуй нас Ибо довольно мы насыщены презрением Довольно насыщена душа наша Поношением от надменных И уничижением от гордых Сто двадцать третий Псалом Если бы не Господь был с нами Да скажет Израиль Если бы не Господь был с нами Когда восстали на нас люди То живых они поглотили бы нас Когда возгорелась ярость их на нас Воды подопили бы нас Поток прошелся бы на душу и нашу Прошли бы над душой наши воды бурные Благоцень Господь Который не дал нас В добычу зубами их Душа наша избавилась Как птица из сети ловящих Сеть расторнута И мы избавились Помощь наша В имени Господа Сотворивши небо и землю Слава Суи Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Аминь Многомилостивый И всемилостивый Божий мой Господь Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотився Чтобы спасти всех И снова Спаситель Молю Тебя Спаси меня по благодати Ведь если бы Ты за дела спас меня Это не было бы благодатью и даром Но скорее долгом Истинно так Богатый состраданием И неизвеченный в милости Ибо Ты сказал О Христос мой Верующий в меня Будет жить И не увидит смерть его веки Если же вера в Тебя Спасает потерявших надежду То вот я верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Да вместе же мне вера Вместо дел Божий мой Ибо не найдешь Никаких дел Оправдывающих меня Но вместо всех дел Да будет довольно верой моей Пусть она отвечает Пусть она оправдает меня Пусть она садила Делать меня участником Славы Твоей вечной Да не похитит же меня Сатана И да не похвалится тем Что утург мне Твоей Слово Божие Руки и защиты Но хочу ли Или не хочу Спаси меня Христос Спаситель мой Скорей приди ко мне на помощь Поспеши я погибаю Ты Бог мой А чьи матери моей Сподоби меня Господи Ныне возлюбить Тебя Как я возлюбил некогда тот самый грех И вновь послужить Тебе Без ленности Как я прежде работал На сатана-борстителя Буду же прежде всего Служить Тебе Господу Богу моему И Иисусу Христу Во всей жизни моей Ныне всегда И во веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь мне блестимую бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня За невыдержанность мою Не дай возможности Злому демону Починить меня себе Посредством этого смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения О Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель Бедному души и тела Прости мне все Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил Прошедшую ночь Защити меня на настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского Чтобы мне Не прогнуть Бога Никаким брехом И молись за меня Как Господу Чтобы Он Утвердил мне страхи Своем И садил он меня рабом Достойно Своей милости Аминь Аминь Пресвятая ладыщица Моя Богродица Святыми Твоими И всесильными мольбами Отгони от меня Ничтожного И несчастного Раба Твоего Уныния Забвения Неразумия Нерадения И все скверные Лукавые И худные Помышления Ти сейчас На моего сердца И от помраченного Ума моего И погаси пламя Страстей моих Ибо я нищ И слаб И избавь меня От многих Губительных Воспоминаний И намерений И освободи От всех Злов воздействия Ибо Ты Благословен От всех родов И Твое Пречестное имя Славится Во веки Веков Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые угодники Божии Игнатия Владимир Надежда Любовь Ибо мы усердно К Вам прибегаем Скорым помощникам И молитвникам О душах наших Богородица Дева Радуйся Обрадана Мария Господь С Тобою Благословен Ты в женах И благословен Плод Чрева Твоего Яко родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Счезнага Желтворящего Христа Господня Не остави Нас грешных Уповающих Натя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Победа Насопротивная Дару И Твоя Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спасибо Господи Помил Отца Моего Духовного Родителя И сродника Благодетели Митрополита Марка Николая Епископ Агап Ангела Тихона Антония Священный Рея Акима Павла Геннадия Сергия Яна Михаила Наума Кирилла Вадима Зосима Максима Владимира Андрея И Глебу Не Дай Погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Франциска Корниль Александра Диодора Митрополита Тихона Илариона И весь священнический Иношеский Чин И вышли Истинных служителей Миссионеров К христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дающим Священника Рожденного Священника Дабы дали Достойно Жить людям Чтоб было Еще уделять Нуждающимся Господи Коснись их Сердец И преобразуй В духовное Владимира Михаила Жозепа Рамзана Владимира Александра Эльдогена И Амана Даруй мир Израилю Россию Украине Сирии Белоруссии Карабаху Казахстану Канаде Где смуты Мятежи Этого смутя На Алексея Украти И все Их Сообщество Разбей Чтобы стремились К жизни Тихой И безмятежной Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Да будет Благословен Этот день Которого Никогда Не было Во вселенной И мы Совершенно Не знаем Что нас Ожидает В нем Научи Нас Во всем Доверяться Твоему Промыслу Ибо Верующих Тебя Рожденных Свыше От Отца Небесного Исполняющих Заповеди Твои Ты назвал Святыми Избранными Помоги нам Сохранить Эти названия В чистоте В труде В добросовестном Служении Тебе Господи И людям Хвала Тебя Наш Господь И слава Пошли нам Добрых Наставников Советников Хвала Тебе Господь Наш Господи Сохрани Жилища Наша От пожара Воровни Чистой силы И благослови Живущих Там Андрея Игоря Игоря Владимира Дай Веру Благослови Людмилу Владимира Любовь Алексея Иосифа И прищи Добрых Жителей С детьми Любящими Знающими Уставы Твои Святые Ходящих Послушание Сохрани Школу Спаси И помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадо Их Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алиптину Побуди Всех На распространение Благой Вести Благослови Господи Любящих Тебя Надежду Валентину Екатерину 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 Галину Анастасию Евгению Александра Александра Сергея Сергея И от тяжкого Недуга Пьянства Избави Павла Михаила Андрея Владимировна Потерянного Александра Найди Укажи Где он Господи Блуждающих Алексея Сергея Останови Да бы не обманывали Себя и людей Слава Тебе Христе Божий Наш За новый день За все Твои милости И долготерпения Благодарим Тебя И это сообщество В интернете Сохрани Увеличь Размножь Найди новые души Слава Тебе И этот день И этот день может быть Последний Для каждого Из нас И еще мы Предстанем Перед Тобою Аллилуйя Слава Тебе Ибо нет иного Бога Столь любящего Создания Своя Как Ты Татьяну Благодарим Слава Тебе Христе Вся земля Слава Тебе Благодарю Тебя Самире Навеки В вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христова Моли Бога О нас Научи нас Господи Жить и в бедности Имея пропитание Одежду Быть благочестивым И довольным Никогда не роптать Никому не завидовать Быть во всем Экономном И помогать Нуждающимся И каждому Дару доброе Жилье Сергея Гавриилу Господи Воззай милостями Всем Кто строил Эти жилища Где мы находимся Сейчас Храм Куда мы ходим Какой уют Мы находим Защиту От погоды От недобрых людей Это милость Твоя Слава Тебе Хвала Тебе Наш Любящий Бог Святитель Христов Никола Мерликинский Чудотворец Образ кротости Воздержания Добрый архипастер Словесный ховец Моли Бога о нас И о нашей живности Через которую Господь обречает Наше пребывание В этой доле Печали земле Молите Бога О нас Святые пророки Божии Илья Елисей Нох Моисей Самуил Арон Иов Авель Ной Иосиф Патриархи Ездранием Амос Навум Исайя Иеремия Варух Изеки Иль Осия Иаиль Агей Сафония Захария Малахи Давид Нафан Данил Отроки Пророк Михей Авраам Исаак Яков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Того Нашего Отшествия Не засталось Неготовыми Но чтобы Мы выше На встречу Тебе Господи С горящими Святильниками Истинной Веры И с сосудами Мы думаем Верующих Божия Верующих Верующих Великий Азам Пресвила Иоанны Чтобы они Не осквернили Себя Человеческой Кровью И не брали Оружие В руки И никого Не водили В плен Помилуй Господи И возврати В мире Радости Владыка Неба И земли Посети Детей Твоих Томящихся В узах Тюрьмах Психиатрических Темницах Сезде Владислава Илью И дай им Свободу Если угодно Воле Твоей Святой Как некогда Ты Возвратил Меня на Свободу Благодарю Тебя Господи За все Твои Милости Уроки Которые Ты Мне Дал Там Хвала Тебе Слава Тебе Честь И Поклонение Слава И Благодарение Господи Прими нашу Молитву Воздияния Рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи Соедини Наши Молитвы С молитвами Всех Святых Молящих Тебе На небе И на земле Ты Бог Сотворивший Этот мир И Сохраняющий Его Как Зиждитель Ты Господь Наш Знающий Все Прежде Бытия Господи Услыши И И Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Пролитой Крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас Грешных Прими Исполни Наши Молитвы О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Их И Помилуй И Оне Заповедавших Отверзи Им Двери Покаяния Господи Благослови Виталия Никиту Николая Дай им Желание Трудиться В поте Лица Это Первые Заповеди В раю И Нас Помилуй Милости Твоя Ради Аллилуйя Аминь Говори Господи Владыка Слушать И Дослышат Рабы Твои Голос Твой Мир Вам Доброе Утро У нас После Утреннего Моления Читается Новый Завет Столкования Блаженного Фефилакта И Здесь Уже Сколько Времени Мы Слышим Радостные Голоса Читающих Хапилина Валентина Сергеевна И Симоненко Ольги Николаевны Так Дорогие Сестры Ваше Время И И И Ответ Уши И Сердце Моего Чтобы Мне Услышать Твои Слова И Понять И 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 бедствия, а скорее считали их за честь. Таких посланий много к Ефесянам, к Филимону, к Тимофею, к филиппийцам и это к Колоссянам. Все они написаны в вузах. Как он писал к римлянам и евреям, не видавши их, так он пишет и Колоссянам, не видавши их предварительно. Среди их были Филимон и архив, которому, мне кажется, поручена была даже какая-то церковь. И пишет Колоссянам по следующему поводу. Между ними появилось некоторое нечестивое учение. Они думали, что не через сына, а через ангелов приведены к Богу Отцу, считая нелепым верить, что в последние дни явился Сын Божий, между тем, как в Ветхом Завете все совершалось через ангелов. Притом они соблюдали многие иудейские и эллинские обычаи, наблюдая дни, времена и ясла. Все это, конечно, требовало исправления и побуждало апостола написать это послание. Колоссянам 1 глава 1 стих. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, толкование блаженного Феофилакта, сразу же и вначале незаметно опровергает их мудрование. Ибо не ангелов апостол, а Иисуса Христа и воля Божия на то, что он апостол того Христа, а не ангелов. Итак, если я по воле Бога апостол, то ясно, что я истину проповедую. Что же такое? То, что сыном мы приведены к Богу, что мы освободились от иудейских и эллинских обрядностей. И заметь, предлог По поставлен пред словом, что означало Бог Отец. И Тимофей брат. Выходит, и он был апостол. Вероятно, он был также известен им. Второй стих. Находящимся в Колосах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Толкование. Колосы – это город Фригии, который ныне называется Ханы. Это видно из того, что Лаодикия есть соседняя с ним страна. Отчего же вы стали святыми? Не через крещение ли в смерть Христову? Почему называетесь верными? Не потому ли, что веруете во Христа? Не потому ли, что вверены вам такие тайны от Христа? Ибо верными мы называемся не потому только, что мы уверовали, но и потому, что вверены нам от Бога тайны, которых даже и ангелы не знали. Почему, братья, не по делам ли своим или добродетели? Нет, но во Христе. Как же после этого вы приписываете ангелам приведение нас к Богу? Третий стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Толкование. Имени Христова не присоединяет здесь, хотя это было у Него обычно, чтобы не тотчас с первых же слов, явно напасть на них и тем не восстановить их против ниже следующего содержания речи. Позже скажут уничижающие Святаго Духа. Почему Бог – Отец наш? Не через Духа ли? Великая и превышающая ум, кто даровал нам? Не Дух ли? Как же после этого ты Его умоляешь? Иисус Христос есть Господь наш, а не слуги – ангелы. Павел показывает любовь свою к нам не только благодарением, но и непрестанной молитвой о нас, ибо и тех, которых не видел, всегда имел в себе. Четвертый стих. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Толкование. Благодарим Бога, говорит, потому что мы слышали от Епафродита о вашей вере во Христа Иисуса, а не в ангелов. Через это Он предрасполагает их к себе, потому что имена эти, Христос и Иисус – символы благодеяния, ибо Он принял помазание за нас, и Он же спас народ свой от прегрешения. Не к тому ли или иному, но ко всем, следовательно, и к нам, так что вы с удовольствием будете слушать нас. Это речь человека, предрасполагающего их к себе. Под любовью Он разумеет милостыню и общение, как и в других местах. Пятый стих. В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Толкование. Вы любите, говорит Он, святых не из человеческих расчетов, но в надежде на будущее благо. Или же мы благодарим Бога, что вы имеете наследовать нетленное благо. Ибо не на земле отложено, где оно подвергалось бытлению, но она небеса, где оно и цело, и безопасно. Итак, не колеблитесь в уповании, ибо отложенное вам находится в надежном месте, и это относится к тем, которые подверглись испытаниям, чтобы они не искали здесь освобождения от них и не унывали в испытаниях, так как они имеют великое вознаграждение. Не сказал проповеди, но благовествование, дабы напомнить им о благодеяниях Божьих, ибо благовествование есть возвещение о благе. Но если оно есть слово истины, то значит в нем нет лжи. Как же вы делаете его лживым, не веря, как прежде были научены им, именно через Христа Спасителя? Кто же был там проповедником? Епафраз, как это видно из следующего. Шестой стих. Который пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Толкование блаженного Асиафилакта. Говорит как бы о каком одушевленном предмете, которое пребывает. Не пришло оно, говорит к вам, и потом удалилось, но присутствует и господствует вас. Этим он радует их. А так как многие делаются более твердыми, когда имеют сообщников, то прибавляет и во всем мире. Оно всюду присуще, всюду твердо стоит, приносит плод по делам, возрастает, потому что постоянно многие присоединяются к этой вере. Но оно не приносило бы плодов, если бы не было твердым. Ибо деревья тогда больше приносят плодов, когда твердо укреплены. Как и прежде, предрасполагает к себе похвалами, чтобы они не отступали, хотя бы того и хотелось. Ибо если и всем, и вам одинаковым образом проповедано было Евангелие, каким же образом некоторые учат иначе. Приносит, говорит, плоды и возрастает благовествование в вас с того дня, как вы познали благодать. Каким же образом? Не обольщением и пустыми словами, но истинной, то есть необычайными знамениями и делами. Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Толкование. Вы, говорит, на самом деле познали благодать так же, как и учил вас Епофрас. Ибо не иное происходило на деле, а иному он учил. Ибо он, вероятно, проповедал колосянам. Сим показывает, что этот муж достойный доверия. Ибо я, Павел, не любил бы его, если бы он не был истинным проповедником и не назвал бы его сотрудником верного, то есть истинного. Ради вас, говорит, он служил в делах, подобающих Христу. Ибо и то, что отправился к Павлу, утешал его в узах и известил его о событиях колосса. И это было служением Христовым. Если же Епофрас слуга Христов, как же вы говорите, что через ангелов вы приведены к Богу? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, слава и Сами Божественного Евангелия Твоего, и излей благодать Твою в сердце моё, к истреблению страстей и грехов моих, и даруй мне силу к исправлению. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Спаси Христос, сестра. Слава Христу. У нас после этого будет